Надоели однообразные сервера. Ты почти уже убеждён, что DarkRP проекты создаются только ради денег. Админский блат не знает предела, и теперь на некоторых серверах нельзя даже нормально купить маники, если ты не друг или же родственник создателя. Сам факт того, что на сервере можно что-то приобрести за реальные деньги, вызывает у тебя неконтролируемые вспышки ярости. Ты уже выучил наизусть большую часть преролов у своих любимых ютуберов. Избитые тезисы в стиле отзывчивой администрации и интересных работ уже тебя не берут. Но где-то в сердце всё же остаётся небольшая надежда на качественный РП-сервер. И мы здесь именно для того, чтобы растоптать её на худшие аддоны, были собраны специально для того, чтобы ваш компьютер мог спокойно делать для вас яичницу. Баги, которые мы не хотим фиксить вот уже 5 лет, при условии, что серверу чуть меньше чем 2 года. Это ужаснейшая работа любой администрации, ведь если она себя показывает хорошо, то мы кидаем их в котёл с кипящим м***ю. Вечно сидящие микробандиты на маниках заработали не только миллионы долларов, но и геморрой размером с дыню. При подготовке обновлений создателями употребляются конские дозы самых тяжелейших прип***ь, а также галюту... Остатки от них выбрасываются ивентером, чтобы они могли вас радовать интересными событиями. А по специальному промокоду WELCOME ты получишь яхту, вертолёт, 10 миллиардов триллионов денег, годовой запас сухариков 3 корочки и пожизненный запас нервов для игры на DarkRP. Переходи в описание, мы не ждём тебя! Ну и ну, ребята, честно сказать, я очень сильно удивлён, что ролик не по основной игре, да, он не собрал миллиарды просмотров, но всё же это неплохие цифры, особенно если говорить о комментариях. Такое количество отзывов и поддерживающих комментариев я нигде особо не видел. И нет, я не обесцениваю то, что вы писали, может быть, в каких-то прошлых роликах, которые были по Грисмоду, нет, ни в коем случае. Я к тому, что в 18-19 году, когда я просто пытался сделать что-то по другой игре, меня были готовы сожрать с говном за то, что я не делаю чью-то там любимую одну единственную игру. А тут, что не комментарии, то самая настоящая базированная база. Опять же повторюсь, я не хочу уходить с какой-то конкретной игры в какую-то другую, я хочу снимать разные игры и пробовать это делать. Возможно, ролики какие-то будут неудачные, возможно, даже этот будет неудачным, но стоит попробовать. А это значит, что DarkRP у меня не закончился и он также будет на канале. Но сегодня я нашел прикольную выживалку, в которую хочу поиграть и показать ее вам. Не исключено, что мы можем в нее зарубиться и на стриме, а чтобы знать, как до стримы, вам стоит подписаться на телегу в описании. А теперь спасибо за такую бурную реакцию под прошлым роликом и за то, что не даете остаться заложником одной игры. Приятного просмотра. Это было мое первое знакомство с этим недружелюбным миром. Когда Господь раздавал судьбы людям и настраивал их, Он явно решил поприкалываться над моей. Иначе объяснить по-другому, что я здесь делаю и какая у меня цель, я не могу. Считайте этот ролик видеодневником, где я показываю, как мне все-таки приходилось выживать и через что мне пришлось пройти. То есть я должен заплатить, чтобы открыть какой-то сундук посреди поля, вместо того, чтобы разбить его и разломать нахуй камнем? Серьезно? Огорченный такой бартерной системой я начал искать ресурсы. И, конечно же, начать стоит с дерева, его тут полным-полно. Забегая вперед, хочу сказать, что нам его пригодится очень и очень много для того, чтобы сделать базовые инструменты, а также дом. То, что я не особо умело распорядился своим временем днем, стоило мне жизни ночью. Вот верстачок мой, ну-ка, что я могу сделать? Базовое. Пять вот таких вот. Сразу начнем руду делать. И вот таких вот пять. И топорик. Ой, отлично. Надеюсь, они будут мне долго служить. Пробуем. Блядь, а ты кто еще? Ай-яй-яй, сука. Пиздец. Братва, может поможете, а? Я даже не думал, что тут такое есть. Да ты на меня-то нахуя агришься? Ты еще кто такой? Ёпту я мать. Блядь. Не туда я нажал, видимо. Великорусый отстрел с первой. Да. Полез я не туда. Блядь, старт баттл. Да, мне ж так надо, старт баттл. Давай камень тогда хотя бы хватану. Не, ребят, вы идите нахуй. Ах ты, сука. Ай-яй-яй. Я их могу вот так отбивать. Ага. Ага. Отбил. Почти. О, я быстрее терпить буду. Класс. Да-а-а-а-а. Зря я это начал. Ладно. Еще раз. Славянский зажим яйца. Ебаный тайминг, блядь. В какой-то момент я понял то, что все мои старания будут тщетны до тех пор, пока я не обзаведусь какой-то конкретной целью. Ведь все, что я делал до этого, просто бил пару деревьев, потом делал себе топорик и кирку и больше особо ничем не занимался, а потом удивлялся, почему же меня так легко выносят орда. В общем, подурачились и хватит, ведь теперь у меня есть реальная цель, а именно выжить в этом мире любой ценой. Стоп, это люди? Гуляя по миру, я наткнулся на поселение, которое выглядит как первая армия мира, они вооружены топорами и большими сардельками. Мною было принято не замедлительное решение о начале рейда. Ого! Нихера их прибежало ко мне! Ребята, у меня камень как бы. В курсе, нет? Они какие-то бешеные по скорости. У этого топор вообще есть. Интересно, топор мне выпадет, нет? Нет, камень, конечно, делает вещи. Привет. Мужики, спасибо, собрание окончено. Все, типа поселение развалил, да? Я голду получил. Охереть. Бочка? А с чем бочка? Интересно. Ой, ну тут прям то, что мне надо. Да, тут попроще будет соло играть. Зарейдили деревню. Кирка. Яблочки это нам надо. Это какой-то суп для торчков, но это я заберу на всякие. Налутавшись в этой деревне по самое не хочу, а также пособирав некоторые апгрейды, которые я покупаю за голду, я уже был уверен в том, что у меня получится пережить первую ночь. А потом, как только она пройдет, я начну заниматься своими делами, а именно обустройством дома. Сила побольше у меня. Вот это открываем. Реген пассивный берем. На. Ого. Интересно, а кирка как бьет? Куда ты убегаешь? Все, успокоились. У меня еще... Я могу апгрейдов пособирать. Ого-го. Охренеть. Золотые ботинки. Они тупят, когда по ним бьешь. Все. Теперь я понял эту игру. Что это? Когда я на шифте, я больше даю дамага? Серьезно? Интересная теория, надо бы проверить. Пока у меня есть немного времени, я решил отстроить себе свой первый дом. Не судите, пожалуйста, строго, ведь я не учился на строителя, и мне это нужно сделать на скорую руку, ведь уже совсем скоро будет ночь. Ну вот такая крыша у нас будет кривая застройка, но что поделать. А стены тут, как я понял, вообще игрой, да? Ну не предусмотрены, да? Опять объявились, суки. Ну я теперь с двух ударов их хлопаю, нормально. Ты еще и по-своему кидаешь, дядя. Ты не туда воюешь. Это босс должен был бы, да? На один зуб. Даааа, как же я охуенно строю. Вот и подошла к концу моя вторая ночь, а это значит то, что время снова собирать ресурсы, а также покупать апгрейды. Потихоньку я начинаю обустраивать свою однушку в центре Москвы, добавляя туда наковальню, чтобы делать более эффективное оружие и качественные инструменты. Но для того, чтобы работать с наковальней, нужны обработанные металлы, а для их обработки у меня будет плавильня. Пока проблем с едой не наблюдается, ведь я награбил яблоки, хлеб, а также недалеко от моего дома пасутся коровы, которые постоянно спавнятся. Но я все равно делаю заготовки под строительство печки, а также собираю ингредиенты для готовки. Мой вам небольшой совет, если вы встречаете какие-то грибы, сразу же не ешьте их, никакого дебафа вам это особо не даст, но вы можете потом приготовить из них суп, сделав тарел. А пока мне пора открывать сундуки и рубить березы. Быстрее бегать буду. Зашибись. Ломаем березу. Сразу на комплект, наверное, попробую нафармить. Надеюсь, в эту ночь я переживу, и кто там какой-то жесткий не придет, и я смогу накопить на вот этот вот железный ящик. Я очень на это надеюсь. Ну давайте, братва, где вы? Налетайте. Этот уже покрепче. Ну, как я понял, он уже покрепче. Или у меня просто урон маленький? Может киркой попробовать? Кирка, кажется, помощнее будет. А что, закончились, ребята? Вон он. Иди-ка сюда. Ого. Вот это перспективный парень. Ну не. Не совсем. Все, ребят, вы сегодня последние в очереди. Все свои услуги желаемые получат в полной мере. Клинок. Как-то с подручней будет. Ой, говно я получил. Ладно, меч я себе сделаю, вообще охеренно будет. Надо пока переплавить руду. Давайте сделаем то, что есть. В четвертой ночи нужно реально хорошо подготовиться. Проблема не в том, что там будут какие-то суперсильные враги, а в том то, что, ну не могу же я вечно размахивать топором. Подъезжай сюда типа топором, ебану по роже, блядь, и будет нормально. В общем, планы у меня такие. Сделать себе хороший клинок, переплавить золото, чтобы сделать из него монеты, закупиться апгрейдами и изготовить много еды. Поскольку апгрейды выпадают рандомно, мне остается только надеяться, что я не получу какую-нибудь парашу из сундука. Потому что, получая повторные ненужные мне апгрейды, я себя чувствовал примерно так. Ебаный рот этого казино, блядь! Но ничего страшного, я уже изготовил свое первое настоящее оружие и готов к обороне своего дома. Я... Не особо выебистый, но я вроде бы готов. Давайте! Вылезайте там, откуда вы вылезаете обычно. Чё, я зря готовился? Ну давай! Опа! Да не успеешь ты в меня бросить теперь, я теперь вас прочитал как дешевок. Чё, на этом всё? Ну шо ты, дом-то сдачи тебе не даст, давай иди ко мне. О, вот еще испытание, давайте. Чё, я зря меч делал? Давайте испытаем его нормально. Ух, это что-то новое. Это-то новое! Но чувствую, я их могу осилить, вполне. Они как будто умственно отсталые, они не понимают, они бегают и пытаются что-то укусить, но не меня. Волчья шкура, еще один баф к регенерации. Неплохо, неплохо. Не, я удивлен был этому. Я не думал, что тут вот такие есть, челик. Я видел только вот этих гоблинов, блядь, мелких, на двух ногах и великанов. Всё, больше ничего я не видел в этом мире. Ну, еще один не нужный челлендж. Еще один не нужный апгрейд. Ладно, окей, я не выделываюсь, я просто уже знаю, что мне нужно. Джекпак, то что надо. Гуляя в свободное время по миру, закрывая некоторые челленджи, я наткнулся на интересную пещеру, которую охраняли два болвана. Ну, с обороны они не справились, значит пещера моя. Ради чего я сюда пришел? Быстрее бегать, чтобы потом... А, ну да, мне же потом придется все-таки до этого пойти. Ух ты. Вот я ради чего пришел. Я пришел ради золотой кирки. Золото я могу лучше копать теперь. Мифрил могу. Руби не могу. Ладно, окей. Но я и такому рад на самом деле. Еще и высокие прыжки с джетпаком, это вообще то, что надо. Надо бы домой идти. Сейчас еще пару коров замочу. Близилась ночь, а это значит то, что время снова готовится к бою. В этот раз к болванчикам присоединились великаны. Да, те самые, которые практиковали славянские приемы на мне. Но в этот раз я подготовлен и я готов к бою. И все-таки не стоило трогать мой дом и кидать в него камнями. Идет. Ты, блядь, ты что делаешь, сучара? Что теперь, эти говноеды будут еще появляться? Серьезно? Да дай мне голду забрать. Босс? Серьезно? Такие мне на один зуб, ребят. Да подожди, я тут корову хочу завалить. Че там? Возле дома никого нету. Че вы панику поднимаете? Да даже эсии есть, они не подойдут особо надолго. А, привет. А, кстати, уголь стоит добыть. Мне тогда не придется тратить дерево попросту. А, ломаешь, сука, да? Че как ломается, пидор? Угу. Удачи. Следующий день от других особо не отличался. Я собирал ресурсы, делал голду, ковал броню, добывал уголь, потому что у меня уже скоро должна была появиться печка, чтобы делать еду. Извиняюсь, это был котел для варки, и все это время я вас обманывал. Но мои готовки помешали недоброжелатели, которые пришли ко мне в гости среди ночи. Суки ломают, пока я готовлю. Это такой, сучара, сильный. Еще и волки появились. Ебаный в рот. А вот с волками будет непросто, чувствую, в дальнейшем. Мне надо что-то с этим делать. И это только шестой день. Че я там приготовил? Красный суп. Попробуем его. Ой, я еще и хп-шечку восстанавливал. Прям класс. Тарелки надо будет. А в чем проблема помыть тарелку? Ладно, хорошо. Зря я, видимо, грибы ел просто так. Вот что дает фиолетовый суп. Стамину он прям восполняет хорошо. Ох, как хорошо. Голод пополняет оно. Нам надо вот это переплавить. А хлеб забрать. Куханка, блеба. Еще поищем какие-нибудь челленджи. О, вот челлендж ближайший. Ух ты. Ох, блядь. Ох, блядь. Это, ребята, уже серьезно. Вот на такое... Ай. Это что еще такое? Откуда он взялся? И они пошли мою кибитку, блядь, ломать, которую я разбивал. Да ебаный.